Питание в детских садах, санитарно-эпидемиологические требования. Инспекторы Роспотребнадзора с плановой проверкой побывали в детском саду «Журавлик» Черкеска и проверили качество продуктов. Альвина Ламкова продолжит тему. Играем, у нас корма чуть-чуть нечего. Что тебе еще нравится? Здесь есть у тебя друзья? Да. Это все, что нужно ребенку, чтобы он рос здоровым и полноценно развивался. На первый взгляд в дошкольном учреждении «Журавлик» все на должном уровне. Воспитание, питание, уход. Но так ли это на самом деле, проверяют инспекторы Роспотребнадзора. Там яйцо хранится, и я даю вам. Давайте лучше вот это. Так. Масло сливочное. Этикетки есть, показывай. Сотрудники Роспотребнадзора тщательно проверяют продукты питания, из которых готовят блюда для воспитанников детского сада. Уточняют не только условия хранения, но и сроки годности. В ходе плановой проверки Центр гиены и эпидемиологии проводят лабораторные исследования на соблюдение требований СанПИНА. Берутся смывы с рук сотрудников пищеблока на стерильность, на качество обработки. Также взяли пробы с кухонного инвентаря. По санитарным нормам для каждого вида продукции должны быть свои отдельные столы, доски и ножи. Святая святых на кухне детского сада. Идеальная чистота. Вся посуда перемыта. Столы тоже сверкают. В пищеблоке детского сада повара хозяйничают, как на собственной кухне. Ставку делают только на свежие продукты. Продукты в руки поваров поступают только после одобрения санитарных врачей. Проверяющие просят представить суточную пробу каждого блюда, который попадает на стол в детском саду. Она обязана храниться 48 часов. И необходима для того, чтобы в случае отравления или других заболеваний можно было бы легко выявить причину. Кроме того, готовая пища исследуется на качество термической обработки, на калорийность. Также проверяется раскладка меню, необходимая ребенку. Каждое блюдо готовится в соответствии с разработанной и утвержденной картотекой блюд. Ежедневно составляется меню-раскладка для детей разного возраста. Ну и, конечно, пища должна быть не только полезной, но и вкусной. Очень вкусная. И что ты поела? Сырник. А что тебе еще больше нравится в детском садике, когда готовят? От лета. А где вкуснее, дома или в детском садике? И там, и там. Далее комиссия осмотрела ванную комнату. Покажи, Заяц, где твоя полотенца? Поехали. Да, покажи. Вот, вытирайся. А как тебя зовут? Да. Спасибо. В помещениях, где пребывают дети, также были измерены температура, освещенность, взяты пробы на воздух. Сейчас будет производиться отбор воздуха. Далее уже лаборатория, простор будет проверять и будет выдавать результаты. Все, что касается гигиены детей и подростков, это очень важный раздел деятельности Роспотребнадзора. Вы сами понимаете, насколько важно, чтобы ребенок пришел в детское учреждение, и его здоровье ничего не угрожало. Поэтому санитарные правила, которые регламентируют устройство и деятельность детских дошкольных учреждений, очень обширные. Они предъявляют огромнейшие и, можно сказать, очень жесткие требования к устройству и к функционированию таких объектов. На сохранность здоровья детей возлагается большая ответственность. Ее несут не только специалисты Роспотребнадзора, но и заведующие детского сада. Детский сад действует, работу свою осуществляет в соответствии с СанПИНом, который устанавливает на сегодняшний день очень жесткие требования. И нам приходится всеми усилиями преодолевать все эти трудности. Я считаю, что на сегодняшний день мы показали неплохие результаты. В детском садике «Журавлик» две специализированные группы с отклонениями по зрению. В них 32 ребенка. К нам дети поступают с различной патологией, как близорукость, дальнозоркость, косоглазие, амблиопия. Частичная атрофия зрительного нерва. Нас курирует врач-офтальмолог. В ходе плановой проверки в детском саду «Журавлик» были учтены и исправлены недочеты. Работа в детском учреждении совершенствуется. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Корчаево, Черкесия.